Я зависима от Вайлбереса, и я это позорно признаю. Я не знаю, насколько это подлежит лечению, если вы знаете какие-то клиники, сообщите мне, пожалуйста, в комментариях. Сумма выкупа на сегодняшний день с Вайлбереса у меня 288 764 российских рубля. Не так уж и много на самом деле, могло быть хуже, я знаю, что у некоторых там по миллиону, слава богу, что хотя бы так, и казалось бы, когда ты заходишь на Вайлберес, тебе никогда ничего не надо. Но потом происходит вот это. Но сегодня мы мою зависимость перенаправим в хорошее русло, потому что я буду вам показывать осенние находочки, и будем распаковывать с вами новые вещи, которые я в очередной раз заказала именно на осень. И также вам покажу, что крутого я уже нашла и ношу по сей день. Первый лот, так сказать, у нас это вот такая вот юбочка. На самом деле я знаю, что у кого-то там уже снег идет, но у нас еще осень, поэтому в принципе законно то, что я выкладываю это видео. На самом деле то, что я чувствую сразу, это очень приятное качество. Я не сказать, что очень в этом разбираюсь, но понять, что приятно к телу и неприятно к телу могу точно. Это такая вот юбка-шорта, и здесь она у нас абсолютно выглядит как юбочка, но при этом она с сюрпризом, потому что вот здесь вот имеется вот такая вот подкладочка, и это шорта. То есть по факту никуда не улетит, никто ничего ненужного не увидит. Это размер S, и кстати вот здесь написан состав хлопок, полиэстер и шерсть. Кстати, не так давно я на Валбересе тоже взяла вот такую вот черную юбку. Это юбка мини, вот здесь вот она на молнии, и спереди мы видим вот такой вот вырез небольшой, совсем маленький. Мне нравится то, что она короткая, ее тоже можно носить на осень под какой-то бомбер вместе с колготками. И есть еще такой вариант юбки, это юбка-тенниска, но в чем ее минус, почему ее не особо комфортно будет носить осенью, это то, что она очень летучая, подует ветерок, и мы сразу с вами покажем всему миру нашу прекрасную телеса. Я на самом деле осмеливалась ее надевать, даже когда был такой прям хороший дождик. В принципе, неплохо, потому что бомбер прикрывал попу, колготки теплые надели, если мы прям по улице не гуляем, а едем где-то на такси, супер вариант. Поэтому, в принципе, вот эти вот три юбки вы можете брать себе на заметку на осень. Кстати, ребята, если вы не знали, примерно 20% заказов на Валбересе остаются в пункте вытащи, и люди просто за ними не приходят. Ну и чтобы не тратиться на логистику, предприниматели перепродают эти товары второй раз с очень большой скидкой. Кстати, эти товары выкладывают в отдельном закрытом канале селлеров, и скидки достигают до 91%. Там можно найти абсолютно все, одежду, технику, какие-то товары для дома, кухонные мелочи, просто кучу безделушек, которые отдают просто за бесценок, чтобы уже лишь бы забрали. Просто представьте, вы накупили целую корзину, а потратили бюджет всего двух позиций на Валбересе. Пользуйтесь, я оставляю вам ссылку. Следующий лот — это водолазка. Ну, знаете, выглядит очень презентабельно, надеть ее сразу же хочется. Не пахнет ничем, это уже хорошо. На ощупь она приятная. Вот такой вот здесь приятный рубчик, видите, она тянется хорошо. Посмотрим, насколько она просвечивается, потому что на самом деле материал кажется прям очень легким. Я бы не сказала, что она прям теплая, просто надеть вот эту водолазку, накинуть сверху косуху, будет вам холодно. Особенно в такие осени, как у нас сейчас, но под пальтишко, в принципе, будет супер. Вот такое вот здесь горло. Смотрите, тянется прям вообще на ура. Еще я решила разнообразить свою осень в этом году и заказать себе вот такие вот две бини-шапочки. Это маленькие шапки. Я вам сразу скажу, не все их любят, не на всех они подходят. У меня прям такая мини-голова, понимаете. На мне такие шапочки, в принципе, смотрятся окей. На моем молодом человеке уже похуже, потому что у него прям такая головешка хорошая. Но чем хороша вот эта шапочка? Тем, что она, в принципе, можно спустить, если вдруг вам нужно сделать ее побольше. И, в принципе, должна подойти на любую голову. У меня вот такой вот серый цвет, я буду надевать ее под пальто серое. А вот эту желтую можно спокойно под любое. И под серое пальто, и под бомбер, и под черное пальто. Состав 50% хлопок, 50% акрил. Я ставлю лайк этим шапочкам, потому что я в прошлом году заказывала подобные бини-шапки. И они были какие-то слишком большие или дутые какие-то прямо вот такие на полголовы. Мне не зашло. Вот это отличный вариант, оставляю вам ссылку. Помимо новых вещей, которые мне пришли, у меня есть уже те шмотки, которые я ношу на постоянке, которые я нашла на Вайлбересе сейчас на осень, которые меня просто спасают. Например, вот эта вот толстовка. Я, наконец-то, на Вайлбересе нашла идеальный вариант толстовок. И это все от одного бренда. Сразу говорю, это не реклама. Я просто действительно влюбилась и скупила просто все цвета. Когда я говорила про то, что я скупила большую часть цветов, я не шутила, ребята. У меня реально пол шкафа заполнено просто вот этими кофтами, толстовками, свитшотами, худи. У нас в Беларуси вообще вот такие вот худи с капюшоном называют байками. Пишите, если вы впервые об этом слышите, потому что, по-моему, в русском языке байки это вообще какие-то там истории, связанные не с этим. Но у нас вот байка, это спокойно все так называют. Итак, на мне сейчас оверсайз свитшот. Он утепленный. На осень вообще само то. Смотрите, здесь утепленный футер. Это свитшот оверсайз. И он у меня в таком вот белом цвете и в таком каком-то, знаете, хвойном, зеленом по-простому. Размеры есть от 36 до 60, и это, в принципе, у них такая политика бренда. У них все сделано оверсайз, начиная от вот таких вот свитшотов и заканчивая другими кофтами, которые я вам покажу. Есть еще вот такой вот вариант свитшота, только он уже на молнии. И честно, я признаюсь вам, что с этим брендом я познакомилась именно вот с этих свитшотов. И боже, я реально влюбилась. Вы можете посмотреть, у меня и в ТикТоке куча видосов, и в Инстаграме я очень часто появляюсь вот в этих свитшотах. Они также на утепленном футере. Это вот такой вот приятный серый цвет. И такой же свитшот у меня есть в розовом цвете, тоже очень приятном. И в белом. Но в белом он где-то лежит. Ну, представьте, вот такой же свитшот, а с таким же вырезом, только белый. И цветов там куча. То есть вы можете выбрать на свой вкус и цвет. Мне очень понравилось вот так. С размерами точно так же, только здесь, по-моему, от 40 до 50 размера. Ну и куда же без наших любимых худаков с капюшонами. Я вот трогаю. Вот вы посмотрите, насколько приятный материал. И насколько он плотный и идеально подойдет на осень. Боже, пыль разгонялась здесь. А сложно на Валберсе действительно найти худаки плотные такие хорошие на осень. Потому что обычно висят, как эти тряпки, некомфортно, неприятно. А вот это реально ощущение, будто дорогая такая очень качественная вещь. Мне полюбился почему-то серый в этом году. И такая же в сером цвете. Так, ребята, классика, которую я также заказала, это леггинсы. Вот в таком вот черном цвете и в таком вот белом цвете. Леггинсы в рубчик. Очень хороший вариант. Потому что, во-первых, он вот так вот хорошо тянется. Во-вторых, это завышенная талия, которую я просто обожаю. Очень красиво визуально выглядит. Это высокая талия. Вот так вот все нам красивенько делает. Как же без свитеров? Конечно, свитера я заказала. И не один, а сразу в двух цветах. Итак, состав этих свитерочков. 50% акрил, 50% шерсть. Здесь мы имеем высокое горло. И чем оно хорошо? Тем, что не обязательно его подкатывать. То есть это горло стоит. Рукава выглядит вот таким вот образом. Что касается черного, все то же самое. Точно так же стоит горло. Отличный вариант на осень. Мне такие свитерочки очень нравятся. И очень приятные к телу. Ну и, конечно, ботиночки. Не могла я вас оставить без классических черных ботиночек на осень. На Валбрисе написано, что это зимние берцы. И, в принципе, я, наверное, согласна, что на зиму они тоже отлично подойдут. Потому что здесь они утепленные. Это шерсть. Не знаю, насколько натуральная, ненатуральная. Но, по-моему, кожа эко. Для тех, кто не любит натуральную кожу, вообще изи, спокойно можно носить. Это именно тот вариант, который на тракторной подошве. Но при этом они не тяжелые. То есть в них комфортно ходить. И выглядят они очень даже симпатичненько. И подходят тоже подо всем. Но читайте внимательно описание. Потому что я взяла себе аж 40-ой размер. Хотя обычно я ношу 39-й, 38-й. Но в описании было написано о том, что они маломерят. Поэтому с поко. В своем телеграм-канале я вам пообещала показать, откуда у меня верхняя одежда. Это уже будет момент не с Вайлбереса, а с других магазинов, где я вот надыбала, где мне понравилось. Кстати, не забывайте подписываться на мою телегу. Там я очень часто советую с вами по поводу видосов на YouTube. И вообще я там очень часто. И про Instagram не забывайте. Вот здесь вот оставлю. Конечно. Как вы еще не подписались? Понять вас не могу. Моя любовь. Боже, ребята, это просто отвал всего. Я взяла себе вот такой вот бомбер. Возможно, я сейчас буду шуметь. Потому что... Ну, извините. Верхняя одежда. Он на кнопочках. Вот так вот это все работает. Сзади у нас такая вот надпись. Say yes, baby. И вообще, на самом деле, это, знаете, какой-то такой американский стиль. Офигенный просто бомбер. Я в него влюбилась. Я не готова из него вылазить. Но на смену этому бомберу я нашла в мужском отделе два таких вот пальто. Торная расцветка. И вот такая вот серая, вот такая прям графитовая, темно-серый вот такой вот пальто. Я нашла эти два пальто в магазине Бершка. Я знаю о том, что, по-моему, в России нет этих магазинов. Но для ребят из Белоруссии у нас пока есть это удовольствие. Вы можете спокойно найти, пойти в мужской отдел. По длине идеально подходит. Потому что, еще раз повторюсь, у меня рост 175. Тяжело найти пальто, которое будет прям хорошо мне по длине. А ну, для маленьких девчонок, конечно, это будет чересчур. Ну, мало ли, кому-то и такое нравится. Так, ну что, все вещи закончились, слава богу. На самом деле, их даже оказалось больше, чем я думала. А это я еще не искала специально какие-то вещички для вас, чтобы вам показать и посмотреть, насколько хорошая вещь или нет. И вот это вот ожидание, реальность. Пишите, если вам понравился такой формат видео. Потому что, если вам понравится, я обязательно буду снимать чаще. Буду специально что-то заказывать. Буду просить вас у себя в телеграм-канале, чтобы вы скидывали мне какие-то вещи, которые вам интересно, чтобы я проверила, все ли окей. Ну, и в следующем видео уже тогда могут быть какие-то зимние находки, курточки. Как вам такое? Не забывайте ставить лайк. Это очень важно. Всем спасибо за просмотр. Всех бы славик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok